Привет всем, с вами ваша Силва Ботовна, Серебряная Бабочка. Что-то в последнее время меня потянуло с вами поболтать на камеру, потому что, мне кажется, эту мысль нужно донести до всех, а не просто мне писать, печатать. Это затратное время, пусть оно придет для всех, не просто для одного конкретного комментатора. И вот прочту. Написала мне Татьяна. Жизнь так коротка, а у вас такие шедевры в нетронутом состоянии. Нужно пользоваться, как будто в последний день жизни. И 4 лайка под этим. Но я вот подумала, как же мне все-таки ответить на такой комментарий. Я как раз из тех людей, которые парфманьяки-пользователи, а не парфманьяки-слушатели или исследователи. Но так как я занимаюсь блогерской деятельностью, то волей-неволей ты изучаешь что-то, копаешь глубже, находишь какие-то раскопки, находки, показываешь это вам, задвигаешь свои шедевры куда-то еще, а тут еще какие-то шедевры появились. И получается, что это как нескончаемый поток. То есть одно заканчивается, другое приходит, и тебе нужно успеть про все рассказать. Как вы заметили правильно, что жизнь коротка. Но коротка, не коротка, я пока не собираюсь умирать, поэтому я пытаюсь делать как минимум видео один раз в день. Вернее, я их делаю намного больше. Но я не хочу обесценивать совсем свои видео, поэтому я издаю, допустим, два раза в день, а не каждые 15 минут, чтобы так не быть совсем уж таким вот дешевым продуктом. Попытаюсь ответить. Я пользуюсь духами, еще как. Дело в том, что из парфюмоньяка-любителя, который любит пользоваться, я превратилась в парфюмоньяка-исследователя и хочу донести это миру. То есть то, что я узнаю, на это нужно время. И первым делом, когда я встаю утром после всех водных процедур, я начинаю краситься, уже как на автопилоте, и начинаю делать видео. Еще не придумала видео, а оно уже мне как бы крутится в голове. Что-то я расскажу, что-то я расскажу и так далее. Ну, вот, действительно, за деле как бы, не то, что за живое. Да, что случится, а вот, допустим, с моими парфюмами. Если не дай бог, что? Ну, я уже в каком-то клипе, в шуточном виде говорила своему мужу, что найми брокера, он разберется, что к чему. А вообще, по-хорошему, конечно, надо уже сейчас, потихоньку, обучать свое семейство, сколько стоят парфюмы в моем доме. потому что они не знают. Я не знаю, что они сделают. Не дай бог, что случится. То есть они, наверное, все это выкатят в одну коробку и скажут, берите всю коробку за несколько долларов. То есть я говорю, что это дорого, но они не понимают, как это дорого, даже не в материальном плане, а в моральном. Это же некоторые экземпляры, я даже сама не ожидала, стали настолько редкими, что их грех не показать. А грех не показать всего 365 дней в году, и я каждый день снимаю. Поэтому у меня не хватает времени поливаться вот этими своими шедеврами, как вы сказали, потому что что-то нужно новое понюхать, рассказать про это. И я не могу 24 часа в сутки обливаться парфюмами. Это будет уже какая-то пытка парфюмами. Пытка апельсинами продолжалась только 2 часа. Спортлотово 82. А сколько меня хватит? Вот на сколько меня хватает? Допустим, я беру парфюмы, если это новое, я пытаюсь полностью проходить вот в этом парфюме весь день, чтобы у меня уже отложилась какая-то картинка в мозгу, что я уже знаю и полностью это имею представление. Я могу уже действительно, как эксперт заявлять, что вот этот такой парфюм принадлежит к такой-то группе. Я его носила. Как он на мне? Какая у него продолжительность? Какой шлейф? Если кому это до сих пор важно, мне нет. Потому что мне уже никакой шлейф не нужен. Мне нужно, чтобы был парфюм ненавязчивый, ненавязчивый, так же, как и люди. То есть, все вот в меру. Вот в меру. Если сильно кто-то тебя начинает навязываться, ты становишься как бы немножко вот так, поодаль. Так же я и с парфюмами. То есть, парфюмы почти как люди. Кто-то агрессивный, кто-то мягкий и такой вот как перышко. Все парфюмы разные и все люди разные. А я пытаюсь быть как бы таким вот свежущим звеном рассказать. Вы сами же решайте, что вам лучше подойдет. Это один вопрос. У меня просто не доходят руки, чтобы все это полностью выброскать и вымазать на себя. Сегодня я отвечу на один вопрос, который был в моем одном видео про известный сайт. И там был комментарий довольно-таки длинный. Я не смогу, наверное, его весь зачитать, хотя, может быть, попытаюсь. Но в общей сложности речь идет о, опять же, эйджизме. И комментатор говорит, со стой стороны, что как бы я направляю вот этот вот вопрос только эйджизм с одной стороны, от молодежи к старикам. А есть то же самое от стариков к молодежи. И я ответила на этот вопрос письменно. Сейчас я его зачту. Сначала сам вопрос. Добрый день, Ольга. Посмотрела даже дважды ролик, о котором идет речь. Но это у тех людей, кто создал видео про 90-е, помните, посиделки. Втроем там были великие посиделки 90-х парфюмов. В общем, под тем видео я свое мнение оставила. Повторять его здесь не стану. Соглашусь в том, что экспертов, взрослых на интернетовских статейках в стиле научко и рекламных релизах сейчас пруд-пруди. А вот ценное личное мнение сливается и вливается в уши тех, кто только-только начал интересоваться парфюмерией. Практически, как в известной песенке, на дырака не нужен нож, ему с трикороба наврешь, и дело с ним, что хочешь. Продажи растут, деньги идут. Что еще надо? По скрипту. Ольга, вы неоднократно поднимаете тему эйджизма, поэтому позвольте мне высказаться. Эйджизм это не только огнобление стариков, это дискриминация по возрастному и неважно, кому указывают на возраст, говоря, слишком стар и слишком молод. Другое дело, что, по мнению, официально объявляя доктрину отказа от эйджизма, СМИ, формирующие общественное мнение, это как раз тот эйджизм активно поощряет. Я считаю, что, когда выдвигают лозунги 50, это новые 30 и т.п. Эйджизм расцветает махровым цветом, поскольку подоплека такова. Тебе, конечно, уже не тридцатник, но не отчаивайся. Общество, так и быть, признает тебя еще вполне себе ничего. На мой взгляд, почти 50-летняя женщина, это унизительно. Дело не в цифрах, а в том, насколько человек, что называется, не утратил интерес к жизни, насколько он принимает перемены, происходящие в общественном сознании. И хочу сказать, сразу оговориться, что эйджизм в разных странах совсем разный. И вот что касается Татьяны, мне кажется, она остро это чувствует, потому что она поняла, как бы, что женщинам дают такой вот слоган, типа 50 это новые 30. Это прошло из журналов мод, то есть 50 новые 30 это все пошло из кино Sex and the City, то есть Sex в большом городе. Когда спрашивали Саманту, сколько тебе лет, и она говорила 50 5. То есть вы поняли, кто знает английский, то есть 50 гребанных 5, да, и она сидит в престижном ресторане, на нее смотрит ее бойфренд, которому половину меньше, наверное, который супермодель. Ну, это, конечно, преувеличение, но что-то в этом есть, то есть это для таких вот дамочек, которые действительно достигли достигли чего-то, и они действительно вполне свои 50 могут чувствовать себя на 30. Почему нет? То есть если они могут себе позволить такую жизнь, значит, они живут жизнью как 30-летних, а некоторые 30-летние становятся как бы старичками, еще не будучи, то есть не распробовав этот мир. Но я ответила совсем по-другому в видео. Я написала «Привет, Татьяна. Да, я в курсе, якобы Эджизм рассматривается в ту или иную сторону. Живая здесь 20 лет в Канаде, я невольно сравниваю с прошлым многое. У нас, помню, было выражение «Ты слишком мал еще». Здесь с самого детского сада ребенок отдельный член общества. И эту фразу я слышала не раз. Потом когда моя дочка пошла в школу, я боялась, как же я буду среди родителей, которые над 10-20 лет младше меня. А когда пришла на родительское собрание, оказалось, что я такая же, как все. И не зазорно быть не 20-летней или 30-летней мамой. Скажу больше. В классе моей дочки был один мальчик, у него папа Канадец, мать Японка, которым было тогда по 50. Сейчас на 10 лет больше. Сейчас уже таблоидов 50. Это новые 30. Так, это я уже ответила. Сейчас, секунду. Там я просто сказала, что я сама себе устанавливаю нормы. что касается айджизма лично для меня. Что касается айджизма в сторону молодых или от более старшего поколения, здесь я такого просто не видела в обычной ситуации. Например, в транспорте можно встретить такое, молодой человек не уступает место пожилому или взрослому человеку. И это на усмотрение. В зависимости, вот действительно, если он такой в английской семье воспитан, он, конечно же, выступит. Но это не всегда и не везде. И потом таких английских семей в Канаде становится все меньше и меньше. Ну, ввиду иммиграции, опять же. Допустим, может такая ситуация возникнуть, если в магазин пришел человек и продавец его спросит, типа «А вы пенсионер или нет?» То есть тогда пенсионеру скидка. То есть это уже как бы будет обидно, если, допустим, ты еще не составился, а тебе уже думают, что ты составился, и чтобы тебе дать эту скидку. Вот такие вот моменты возможны в торговле. Потом человек, который заказывается, в основном молодежь. И они не определяют людей по возрасту. Для них что 40, что 60, одно и то же. И мы такие же были. Помню, какая-то девочка сказала, а сколько ему лет? Да не помню, лет 40-60. Так между 40-60, сколько, с какое расстояние, сколько можно событий в жизни прожить. и вернемся опять про школу. Когда мы ходили на эти собрания, это было так прикольно, допустим, собиралась такая вот прослойка общества, которые уже давно не молодые, но они достигли чего-то в обществе. Там были многие адвокаты, юристы, банкиры, какие-то финансисты, или просто художники, или танцоры, и там были всякого рода люди, и богатые, и бедные, но были вот такой разношерстной толпы, я никогда не видела, как в нашей школе, и также дети. И что я хочу сказать, все они были где-то в районе 40, то есть 40 и выше, то есть они, допустим, у них ребенок появился на свет ближе к 40, у них даже намного позже 40. И я тут поняла, что мне нечего такого стесняться, бояться, то есть это у многих. Просто там бы я еще в 30 была бы уже старуха, а здесь, когда ты приезжаешь, первое, что ты на себе ощущаешь, это просто внимание, да, и что ты еще не старая, и я рассказывала много случаев из своей личной жизни, были такие моменты, что я как бы хотела отвергнуть такую любовь, там, какие-то совсем молодые парни можно сказать, за мной увивались, а я так думала, зачем он мне нужен, почти мне как сын родиться, то есть как бы в сыновья годится, но прошло время, и все расставило на свои места, то есть не буду рассказывать слишком личной истории, хотя почему нет, можно рассказать такую историю, такой этот молодой парень сворвал машину у своей матери, и приехала на меня, и мы поехали в такой самый крутой район Торонто, и там была лужа, и вот так он меня подхватил, благо я тогда очень не была толстая, и он через эту лужу меня как бы как Сергей Сергеевич Паратов перенес карету, подал, то есть чтобы моя ножка ступила на чистый асфальт, и вот тебе пожалуйста никто никому ничего не запрещал, тетеньку подняли на руки и пронесли. Вот такого отношения сейчас очень мало. Мне хочется, чтобы такое отношение к женщине, такое рыцарство было с самого начала, потому что начинается это дело теряться, и в Канаде слава богу есть такие еще люди, но может быть не все, но вот определенная часть, о которых я говорю, о которых я предпочитаю людей. Один такой случай был, помню, иду я вверх с мужем, у нас там немножко такой вот как бы полупригорок, и нужно дойти до улицы, и тогда была очень популярная улица до ковида, и идет толпа, я уже вижу по походке наш товарищ, наш идет, и он идет с женщиной, женщина идет где-то сзади, и потом такое впечатление, да, они такие наплывают на нас, и что мой муж делает, он уступает этой женщине дорогу, но она, конечно, не говорит спасибо, наверное, турист, или что, а этот мужик вот так вот прет прямо на меня, то есть он хочет, чтобы я быстро отпрыгнула, как на хайвее, да, и дала ему дорогу, то есть вот это меня просто покоробило, потому что если вот я вижу, допустим, я открываю дверь, да, и кто-то на моем пути, из канадцев, он обязательно скажет, sorry, я был на твоем пути, или же я прошла, а он заблокировал, он сказал, ой, извини, и я сказала, not at all, то есть типа, no problem, а вот такая ситуация у вас будет, стоит женщина, вернее, стоит мужчина около двери и толпа, и он просто тебе приоткрывает дверь, и хотя говорят, что сейчас это все, вот это вот движение, мету и так далее, но все-таки есть еще рыцари, и надо их взращивать, вот такой вот посыл дня. все-таки